Итоги уходящего понедельника Задержанный более 30 раз привлекался к административной ответственности В Глузский Ауди въехала в толпу и попыталась скрыться Сколько пострадавших Холодный сезон Теплоэнергетики рассказали, когда начнут отключать горячую воду Данные работы планируем завершить к 26 августа С кого начнут? А также новый портфель, паспорт с правом выбора и большой марафет В стране пройдет республиканский субботник, на что пойдут заработанные деньги Порыбачил На выходных на озере Тарасово в деревне Дубовка Мужчина провалился под лед 25 метров от берега Самостоятельно выбраться пострадавший не смог Вовремя подоспели спасатели Подробности у Виктории Полевко Деревня Дубовка, озеро Тарасово Именно здесь на волоске от смерти побывал местный житель На небезопасную хрустальную поверхность мужчина вышел порыбачить Как итог, провалился под лед Это случилось в субботу в полдесятого утра О тонущем мужчине на номер 112 сообщили очевидцы Когда на место ЧП прибыли спасатели, рыбак находился в 25 метрах от берега Помоги, помоги под вытянутся С помощью спасательного инструмента, доска и веревка Мужчина 65-го года рождения был доставлен на берег Спасен и передан в руки медицинских работников Мужчину госпитализировали с диагнозом общее переохлаждение К слову, это не первый подобный случай за последнее время Тонкий лед стал причиной гибели сразу пятерых белорусов И это цифры только за последние две недели Среди жертв небезопасного покрытия, как правило, пенсионеры и дети Спасатели в очередной раз напоминают Сезон зимней рыбалки закрыт Далеко не все подобные ЧП заканчиваются Так же оптимистично, как на озере в Бобруйском районе Виктория Поливко, Андрей Богдан, Бобруйск, 360 Разборки по-мужски В Глузке ауди въехала в толпы, попыталась скрыться За рулем оказался 34-летний Бобруйчанин Инцидент случился накануне возле ночного кафе Перед этим водитель иномарки вместе со знакомым Отдыхал в этом заведении и повздорил с другими отдыхающими Предполагается, что это и стало причиной наезда на людей После чего гореводитель попытался скрыться с места ДТП Началась погоня Наряд ГАИ остановил иномарку в 10 километрах от райцентра От прохождения медицинского освидетельствования он отказался К слову, задержанный более 30 раз привлекался к административной ответственности В том числе по линии ГАИ А также был судим за хулиганство По данному факту следователем возбуждено уголовное дело В результате наезда пострадали 5 мужчин Один из них госпитализирован Дом без насилия, обновленный список и кадры в понедельник Президент назначил нового министра информации, кто возглавил ведомство Громкие заголовки дня, далее в специальном обзоре В стране продолжается подготовка по внедрению Биометрических документов Их ведут с 1 сентября Это позволит автоматизировать процедуры идентификации личности И упростить прохождение паспортного контроля при пересечении границы Обязательная замена при этом не предусмотрена Сохранится и возможность выезда за рубеж по действующим паспортам Беларусь обновила список стран, по прибытию из которых нужна самоизоляция С 5 апреля из него исключается Израиль, Португалия и Доминикана А пополнит его Норвегия В настоящий момент в перечне Минздрава 143 государства Список стран формируется на основании уровня и динамики заболеваемости А также принимаемых в странах ответных мерах В стране пройдет республиканский субботник Сообщается, что 50% заработанных 17 апреля денежных средств Направят Минздраву на укрепление материально-технической базы медучреждений И частичное финансирование закупок антиковидного препарата Остальная часть пойдет на ремонт, реставрацию и восстановление мест боевой и воинской славы Времен Великой Отечественной войны В Беларуси стартует республиканская акция «Дом без насилия» Ее цель, чтобы каждая жертва знала свои права и была уверена Государство не оставит без защиты В стране работают специальные центры, которые оказывают помощь женщинам и детям в трудной ситуации Психологические консультации помогут вернуться в нормальной жизни после травм А для тех, кто еще чувствует себя в опасности, есть так называемые кризисные комнаты По бручанам дадут повод закалиться С первым стабильным плюсом жители ждет отключение горячей воды Первым в холодный режим придет к жителям домов по энергетикам Ленина, Володарского, Минской и Орджиникидзе 28 числа список попадут свыше 20 улиц С подробным графиком отключений можно ознакомиться на сайте Бобруйского горысполкома Работы будут продолжаться все лето, закончить их планируют к 26 августа В случае аварийных ситуаций есть номер телефона 78-83-52 Диспетчер Бобруйских тепловых сетей, который в любое время суток Необходимо сообщить об этом и будут приняты соответствующие меры По локализации и ликвидации данной ситуации Также уже с 5 апреля отключают отопление в административных и общественных зданиях, промышленных и других организациях Минздрав в Беларуси обновил статистику по КОИ-19 За минувшие сутки в стране зафиксированы 986 пациентов с положительным тестом на коронавирус Всего с начала пандемии заразились 328 290 человек Число заразившихся КОИ-19 по всему миру практически достигло отметки 132 миллиона В США, по сообщениям американских эпидемиологов, уже наступила четвертая волна пандемии Тотальный локдаун начался сегодня и в Киеве Закрыты школы и детские сады Запрещена работа общественных заведений и магазинов, кроме продовольственных, а также аптек Критическая ситуация в Польше В стране переполнены больницы Во Франции новый антирекорд выявленных инфицированных почти 67 тысяч за сутки Всего за время пандемии здесь заразились почти 4 миллиона 900 тысяч человек Родина мама школа В шестой школе прошла презентация новой книги Леонида Рубинштейна На обложке издания «Мама поэта» Внутри фото из архива В каждой строчке частичка истории Здесь автору удалось передать чувство ответственности за сохранение памяти своих близких и дорогих сердцу мест Всего в сборнике 92 страницы Книга состоит из двух повестей Это повесть о маме И вторая повесть о нашем городе Бавруське О нашей малой родине И стихи Стихи о маме Стихи о школе И стихи о Беларуси И о Бавруське Родина мама школа стала 15-м по счету изданием поэта Кроме того, Леонид Рубинштейн автор книг Негасимый мир, счастье жить, память сердца, дорогами жизни, родные лица, дети войны и каменка Это все и события к этой минуте Смотрите нас в интернете и в соцсетях Мы в эфире каждый будний вечер Счастливо Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова